Петрозаводчане все чаще жалуются на опасные сосульки, свисающие из городских крыш. В единую диспетчерскую службу карельской столицы ежедневно поступают десятки таких обращений. Как утверждают в администрации города, бороться с этим явлением в последнее время непросто. Еще совсем недавно управляющим компаниям и предпринимателям, не желающим чистить кровли от наледей сосулек, выписывали штрафы. Этим занимались муниципальные инспекторы. Однако незадолго до Нового года правила благоустройства изменились. Мэрия потеряла право составлять протоколы и наказывать нарушителей рублем. Учитывая то обстоятельство, что в законном Республике Карелия больше не предусмотрена ответственность для управляющих компаний за наличие сосулек на крышах жилых домов, то муниципальные инспекторы в данном случае действуют таким образом. Они выходят, все равно факты фиксируют, потому что есть факт наличия угрозы жизни и здоровью людей. И материалы по договоренности направляются в органы прокуратуры, потому что органы прокуратуры в соответствии со своим законодательством имеют право составить материалы уже по любому административному делу. В администрации города планируют подготовить поправки в региональное законодательство, чтобы вернуть хотя бы часть полномочий по борьбе с нарушителями правил благоустройства. С самого начала зимы эту лестницу около универсама Ритм на улице Ровио никто не чистил. В итоге она превратилась в самую настоящую ледяную горку. В контракт по уборке городских улиц лестница не вошла. Ритму она тоже официально не принадлежит. Как сообщили в мэрии, владельцы универсама уже дважды по-человечески просили привести территорию в порядок. Однако лестница горка так и не изменилась и уже начинает пользоваться популярностью у горожан. Весь январь в одном из дворов на улице Ригачино тек аварийный колодец. Целый месяц местные жители писали жалобы в мэрию, а съемочной группе дежурного по городу пришлось снять несколько сюжетов об этой мокрой проблеме. И результат не заставил себя ждать. Колодец отремонтировали. Как сообщили в мэрии, специалистам городской службы заказчика пришлось все основательно перекопать, чтобы добраться до аварийной трубы и устранить неисправность. Во дворе дома номер 40 по улице Ригачино теперь сухо. А это хорошая городская новость. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533-232. Давайте делать новости вместе. Субтитры сделал DimaTorzok